13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает руководитель фракции ЛДПР в нашем УЗС Владимир Костин. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Только что покинули нашу студию ваши коллеги, депутаты Единороссы, которые... Приятно, что вы слышали, которые высказывались насчёт законов и законопроектов, которые рассматривались на прошедшем заседании УЗС. Касаются это детей войны и продажи алкоголя, и капремонта, и ещё несколько вопросов. Я бы тоже хотела попросить вас, может быть, как Блиц, высказать своё мнение, в форме Блица высказать своё мнение по этим законопроектам. Вы вообще рады тому, что по детям войны предпринято были какие-то движения, и вот теперь хотя бы в очереди дети войны будут приоритетны? В очереди в социальные учреждения. Насколько это важно для них? Вспомню свою бабушку, которая как раз-таки относится к этой категории, дети войны. Она ещё, наверное, лет 10 мне об этом говорила, что важно определить хотя бы как категорию, потому что после того, как война закончилась, герои низким поклонам с войны вернулись, но другие герои на полях сражения остались. И вот как раз часть детей войны воспитывалась без отцов, и они не получили многих тех преференций, которые получены, были семьями в лице вот того отца, который с войны вернулся. Им было очень тяжело. Они в полях трудились. Трудились, кстати, с возраста, который не достигал ещё школьного. Приучены к труду были. На самом деле, и вот сейчас им хотя бы обозначить, что мы вас видим, мы наконец-то, наконец-то дошли до того, чтобы определить вас в категорию, и может быть, там, не только вот эту вот льготу минимальную, неочередному приёму врача в поликлинике вам дать, а может быть, ещё что-то, уже хотя бы вот этот шаг большой плюс. Надеюсь, что мы доживём до того, что мы дань уважения в другом виде дадим детям войны. Ну, вот сейчас, всё-таки в этом году с детьми войны, это вот все шаги, которые были возможны, да, то есть, ещё раз, неочередное обслуживание в социальных учреждениях, или на какой-то сессии, там, например, на осенний, снова будет подниматься вопрос о каких-то выплатах? Возможно ли было что-то ещё? Возможно, безусловно возможно. Здесь нужно провести ревизию всех возможностей, да, и там, с одной стороны, а возможно ли было сейчас предоставить вот эту, очередную льготу посещения поликлиники? Наверное, сложно, потому что, ну, если вы ходили в поликлинику, то представляете, что просто попасть без, там, опции вне очереди, к врачу очень сложно, а с учётом того, что как-то вот вклинили детей войны, ну, наверное, смогли. Наверное, значит, у нас врачи будут работать качественно. Слава Богу. Вот уже возможность изыскали. Есть ли что-то ещё? Уверен, что есть. Насколько ЛДПР, фракция ЛДПР глубоко в этом вопросе? Насколько это ваш вообще вопрос? Есть у вас какие-то разработки? В плане, опять-таки, наделения ещё чем-то, да? Да, да. Давным-давно говорили о том, что хотя бы к 9 мая категории детей войны давайте выплатим, ну, хотя бы по 500 рублей. Это обозначение того, что ещё раз мы вас видим, мы вам благодарны, и вот как-то вам к празднику там накрыть на стол способны выделить какую-то минимальную финансовую поддержку. Вот об этом уже давно говорили, и думаю, что это было бы правильным шагом уже сейчас вот этому 9 мая подобную историю реализовать. Вы будете озвучивать это предложение? Да, безусловно. Хорошо. Что касается алкоголя, то наши региональные законодатели привели наше же законодательство в соответствии с федеральным. Вроде бы никаких существенных изменений не произошло, но, однако, с одной стороны, это вроде бы облегчение для точек общепита, которые теперь могут продавать алкоголь, с другой стороны, никто не снимал с повестки дня серьёзную алкоголизацию населения Кировской области и высокую смертность от этого. Вот вопрос-то ведь не решён. Вопрос не решён, на самом деле, и приведение в соответствии с федеральным законом, история правильная, вынуждена подчиняться, да, другое дело, вот, культура питья, присловутая, которую все говорят, да, которую никак привить, которую никак не можем привить, да, проблема, проблема, всё равно пьют. И вот тут вопрос, что лучше, поднять акциз и минимальную стоимость водки, там, до 170-210 рублей, и тогда толкнув мало зарабатывающее население, ну, фактически, обрекая на то, что они будут вот эти вот фунфырики приобретать, пить троица, или всё-таки установить стоимость водки меньше, но жёсткий контроль осуществляет за производством алкоголя. Позиция партии, как раз таки Жириновский об этом неоднократно говорил, давайте введём госмонополию на алкоголь. И, опять же, любая попытка произвести фальсификат, это прямой вызов государству. Наверняка правоохранительные органы у нас в состоянии бороться с этим. А сейчас один крышует другого и так далее, наверняка, да, потому что этот же Иркутск показывает, что эта сетка -то давно существовала. То есть вы напоминаете средства для мытья ванн, бояршник, да? Да, 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 но это как раз таки речь о том, что если человек всё равно пьёт, он наверняка найдёт способ. Если не может купить водку, он купит вот этот вот, там, бояршник, что-то ещё. Про госмонополию на водку всё понятно, но вы заговорили о культуре питья, вы её какой себе представляете? Я себе представляю, что человек, испытывая потребность выпить, должен сделать это культурно, культурой питья, да? То есть придя в какое-то заведение, в компанию возможно... Вот у вас теперь, пожалуйста, общепит теперь может быть. В общепит можно, да, другое дело, насколько доступен этот общепит. Кулинария уже общепит. И насколько часто возникает эта потребность, да, выпить. Либо человек приходит домой, ну вот раньше, там, такое было определение, я пью только по праздникам, да. Вот сейчас то ли у нас праздников стало больше, то ли вот перестали вспоминать о том, что я пью только по праздникам, да. Было две категории, я не пью, я пью только по праздникам, да, вот всё остальное алкоголик. Вот сейчас у нас, наверное, там или больше алкоголиков, или больше праздников. Ну, я, конечно же, там, утрирую, при всём при этом есть над чем работать, всем. И населению, наверное, стоит задуматься. И законодателям, и правительству есть над чем задуматься в части как раз-таки алкоголизации. Одно дело поколение, которое сейчас, так скажем, отцы семейства. Другое дело, они же сейчас растят следующее поколение, которое придет на смену. А вот эта самая культура питья, она в каком виде донесется? Мы с вами помним о том, что пью по праздникам или алкоголик, а новое поколение, оно что будет? Помню. И что оно сейчас видит? Не знаю. Я пока и от вас тоже не услышала, что делать. Что делать? Во-первых, мы уже говорили о том, что если человек занят на работе, если он зарабатывает достойные деньги, приносит их домой, наверняка желание выпить возникнет реже. Во-первых. Во-вторых, если оно возникнет, человек наверняка сможет культурно это желание реализовать. То есть все-таки занятость и достойная заработная плата, вы считаете, решают эту проблему? Ключевой фактор, на мой взгляд. Это в городе? И в городе, и на селе. Потому что отсутствие работы на селе сейчас самая, наверное, ключевая проблема вообще развития села. Вообще села. Потому что, повторюсь, если жители села могли раньше уехать зарабатывать деньги вахтовым методом, сейчас, приехав в сельскую местность, понимаешь, что они никуда не уехали. И так складывается, видимо, не все стойко распринимают, стойко выдерживают вот эту нагрузку, вот эту ответственность. Кто-то уходит, опять же, на дно бутылки печально. Дать работу – это как раз задача и нас, и правительства. Вот. Хорошая такая задача. Решалась бы она еще легко. Решалась бы она вообще. То есть приступить бы к ее решению, вот уже было бы неплохо. Вот, кстати, как приступило новое правительство, которое действует здесь уже более чем полгода, к решению этого вопроса. Мы с вами поговорим, но после короткого перерыва. А до перерыва я хочу сказать, что на сайте хакеров.ру, в разделе анонсы, где мы выкладываем всегда фотографию нашего гостя и предоставляем возможность задавать вопросы, есть четыре вопроса, которые обращены к вам, и на один нужно попробовать успеть ответить. Максим пишет. А Владимир Александрович знает вас. Владимир Александрович говорит. Теперь тоже знаю, Максим. На прошлой неделе господин Шлемензон отказался от мандата депутата в Кировскую гордуму. Следующий в списке партии ЛДПР вы станете депутатом в Гордуме или откажетесь? Кто в итоге получит мандат ЛДПР? Интересно. Да, спасибо Максиму за вопрос. На самом деле отказ Юрия Львовича Шлемензона от мандата депутата в Кировской думе был неожиданным. Он самостоятельно решил? Да, самостоятельно решил. Не посоветовался? С коллегами? Не посоветовался. Да, известил. Ну, наверняка на то были серьезные причины. Говорить о них, наверное, мне бессмысленно. Юрий Львович скажет за себя. А вот за себя же уже отвечу, что я не планирую быть депутатом Городской думы. По крайней мере в этом созыве. И депутатский мандат перейдет кому-то еще. Из того списка, который определен в рамках избирательной кампании, мы выберем, ну, собственно говоря, посоветовавшись с коллегами, с претендентами, обязательно это место не будет пустовать, кто-то его займет. Это понятно, что святое место пусто не бывает. А ну, как кто-то у вас в очереди первый. Следующий, насколько я помню, депутат пятого созыва изгадательного собрания Кировской области Андрей Новников. Рассматривался уже вопрос по его кандидатуре? Ну, я думаю, что в ближайшее время мы примем решение. И следующий по очереди, соответственно, первый претендент. А вот свято ли место, я бы так однозначно не говорил. Еще один вопрос по гордуме мы откладываем на послеперерыва. И все-таки, ну как так? Как это так? Юрий Львович Шлемензон отказывается внезапно? То есть все ожидали, что он будет депутатом? Ну, вообще он был следующий по очереди, третий в списке. Ему, собственно, мандат. И нигде не говорит, почему, и что происходит, и куда вообще, какие планы. Повторюсь, наверняка... Что у вас вообще с дисциплиной партии? Это не партийная дисциплина. Человек, когда 4,5 года назад решил для себя стать кандидатом в депутаты, наверняка предполагал, что он депутатом будет. Тем более, в верхней части списка Юрий Львович стоял. Когда спустя 4,5 года этот депутатский мандат ему достается, наверняка что-то могло поменяться. Вот что поменялось, спросим у Юрия Львовича. Пока вот он не говорит, но наверняка причины были серьезные. Знаете, какие слухи же по этому поводу сразу начинают ходить? Для кого-то место расчищается. Я, как руководитель регионального отделения, могу сказать, я точно не просил Юрия Львовича расчистить место. Более того, он как депутат достойно смог бы выполнять свои должностные обязанности. Точно место ни для кого не расчищалось. Более того, у нас была возможность сделать... Если уж на то пошло, это раньше Юрий Львович, когда претендовал на замещение депутатского мандата, сразу можно было сказать, Юрий Львович, давайте кто-нибудь вместо вас побудет депутатом. Этого не произошло, Юрий Львович стал депутатом, но, видимо, почувствовал, что... То есть, возможно, даже какие-то причины личного порядка, которых мы пока не знаем, и он о них не говорит. Сейчас прижаемся буквально на одну минуту, после чего снова в студии напоминаю, что вы слушаете особое мнение руководителя фракции ЛДПР, Кировского ОЗС Владимира Костина. Программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции. У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает Владимир Костин, руководитель фракции ЛДПР Кировского ОЗС. И все-таки какое время выделяется на то, чтобы определиться с депутатом городской думы? Менее, чем через 10 дней решение будет принято, и оно будет опубликовано. А что такое с Городомой? Почему вы так отреагировали на мою фразу, что не свято место? Давайте посмотрим на город Киров, как он изменился за прошедшие связи. Есть ли возможность у депутата оппозиционной партии действительно влиять на принятие решения? В гордуме? В гордуме. Нет. Точно могу сказать. Нет. Поэтому быть просто в городской думе и слышать наверняка оправданно упреки в своем адресе, что ты там был и ничего не решил, но это, наверное, сложно. И, честно говоря, по ЗАГСобранию это происходит сейчас подобная история, когда у оппозиции подавляющее меньшинство, и что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, решения принимаются простым нажатием кнопок. Большинство оппозицию не хотят даже, чтобы мы озвучивали, говоря уже о том, чтобы ее там услышать, как-то принять, обсудить. Что, даже на комитетах? Давайте посмотрим, как проходили комитеты в предыдущем созыве. На комитеты отводилось два дня. Комитет один шел в единое время, оно не менялось. Параллельно с этим комитетом не шел никакой другой комитет. Сейчас все комитеты запихали в один день, комитеты идут параллельно, то есть, опять же, депутаты по большому счету не могут реализовать свое право присутствовать на всех комитетах. Физически не разорвешься, в двух кабинетах не поприсутствуешь. Поэтому судите сами, есть ли желание правящего большинства, чтобы мы вопросы обсуждали. Депутат обязан состоять не менее, чем в одном комитете, максимум в двух, но в работе всех других имеет право участвовать. Допустим, по сельхозземлям я очень хотел поприсутствовать на комитете, поучаствовать в работе, но не имел возможности, потому что в это же время на комитете по промышленности обсуждался другой важный вопрос по капремонту. Это как? Это вот так. Соответственно, хочешь что-то пообсуждать или обсуждая на пленарном заседании, не обсуждая вообще, или обсуждая как-то сам по себе, может, разрезать фракции. Нет, вам же было сказано, я не помню, кем это было сказано, что все вопросы нужно обсуждать на комитетах. То есть, условно, кто это говорил у нас такой? Председатель. Владимир Васильевич Быков говорил. Предусловно, да, и сейчас об этом говорят, комитеты проходят жарко. К вопросу о том, что не все так однозначно, и даже иногда правящее большинство, несмотря на уверенную позицию в фракции, некоторые товарищи решаются проголосовать не так, как было решено. Как, например, по капремонту, да? Как по капремонту. Один голос решил исход. К сожалению, не в пользу, опять-таки, жителей Кировской области, но это звоночек положительный. Капремонт, вот давайте немножечко в сторону, сейчас все-таки вернемся, давайте, в Гордуму. Может быть, кстати говоря, в связи с этим, Юрий Львович, Лемензун, строю я догадки, отказался идти в Гордуму, раз уж вы говорите, что в этом созыве решать там ничего не возможно. Не исключаю, не исключаю, я думаю, что Юрий Львович ответ даст на этот вопрос. Так, а все-таки планы по Гордуму на эти выборы? Безусловно, участвуем. Как раз-таки вот то, о чем я сказал, это не попытка опустить руки и посыпать голову пеплом, сказать, что все пропало. Нет, как раз наоборот, это обозначение того, что было сложно, было невозможно принять какие-то решения, которые, ну, там, определяла, допустим, либо партия, либо определяли конкретные депутаты в рамках работы в Гордуме. Сейчас же задача стоит, если не большинство собрать под знаменами ЛДП, вот депутатов я имею в виду, да, то, по крайней мере, консолидироваться оппозиции для того, чтобы была возможность действительно принимать какие-то решения. А оппозиция-то у нас готова к этой консолидации? И вообще, что она из себя представляет сейчас? Да, оппозиция, на самом деле, уверен, что... Кто жив? Оппозиция скорее жива? А оппозиция кто, да? Да, кто вы? Оппозиция скорее жива. Выборы, прошедшие в законодательное собрание Государственной Думы, это подтвердили. Очень хочется, чтобы избиратели до избирательных участков дошли. Кстати, если помните, 18 сентября прошлого года почти сутки лил дождь в день голосования. Я не знаю, погода, что подыгрывает опять же нашим оппонентам. Но это юмор, опять же, но надеюсь, что явка на эту избирательную кампанию будет выше. На ЛДПР очень активно, на самом деле, участвовали в выборах и нынешнего года. И я так понимаю, не собираетесь вы снижать темпы на этот год. Вот Владимир Вольфович уже поехал в агитпоезде по стране. Я смотрю, что в начале марта они будут в Кировской области. 2 марта всех приглашаю встречать спецпоезд. Я бы его, конечно, сюда пригласила, но, к сожалению, я смотрю, что расписания времени на это совершенно нет. Встречайте поезд. Да, все понятно. Значит, планы на Гордуму большие. Теперь возвращаемся в УЗС и поговорим про капремонт. Причем сразу два здесь есть предложения. Одно на уровне УЗС Кировского, а другое предложение внесли депутаты от ЛДПР на уровне Госдумы. Это касается предложения освободить всех пенсионеров от взносов на капремонт. Вот два таких аспекта. Пожалуйста, узнайте оба. Расскажите, какова подоплека, почему вы настаиваете на своем предложении. По нарастающей начну. Заксобрание. Давайте Заксобрание сократить срок перехода из общего котла в отдельный. Депутат Цыкчина предложила этот срок сократить до месяца. Этот вопрос обсуждался и на Совете Законодательного Собрания, и на комитетах, и, собственно, на пленарном заседании. Суть понятна. Чем обусловлено? Тем, что сейчас, выжидая вот этот год, жители на самом деле или охладевают, или даже при принятии решения понимают, что это наступит еще не скоро, а наверняка уже сейчас нужно проводить капитальный ремонт. Плюс масса недостоверной информации о том, что у вас какие-то деньги сгорят, еще что-то. Но жители доверчивые верят. На самом деле это является таким сдерживающим фактором для того, чтобы жители переходили из единого котла на собственный спецсчет. И основной аргумент, который нам озвучивают представители фонда капремонта, фонду будет тяжело. Многие депутаты эту позицию слышат как раз таки из тех, кто голосовали против принятия этого закона. Они говорят, фонду будет тяжело. Мы говорим, а как же интересы жителей? Фонд ведь не ради фонда. Фонд создавался для того, чтобы жителям стало, наверное, хорошо. Наверное, потому что я сам противник создания фонда капремонта, его работы в Кировской области и во всей России. Но это отдельный разговор. Говорят, да, интересы во главе, но фонду будет тяжело. Так во главе интересы жителей или проблемы фонда? Фонду будет тяжело за месяц осуществлять расчеты с жителем. Опять же, начинаем докапываться до сути, но пытаемся объяснить эту суть депутатам. Фонду всего только нужно будет принять документы от жителей после проверки в жилом инспекции государственной и перечислить эти деньги со своего счета на счет, который жители уже открыли для своего дома. Вся работа. В чем сложность? Сложность в финансовом планировании. Хорошо, финансовое планирование. Давайте смотреть, сколько денег сейчас в фонде неизрасходовало. Мы собирали миллиард семьсот, потратили девятьсот миллионов. Где финансовое планирование, то, о котором нам говорят? Восемьсот миллионов неизрасходованных средств. Это, наверное, шедевральное финансовое планирование, которое и впредь будет сопутствовать всю работу последующего фонда. Так мы с такой работой не согласны. Более того, жители наверняка качественно не смогут отремонтировать. Представители фонда приглашали, в частности, Мурыгина, где стоят отремонтированные дома. И едут пока с нами. Пока не едут, не знаю. Ну вот, они же наверняка выезжали. В Мурыгин проблемы. Да не только в Мурыгин. Проблемы, много где. В Буржуме проблемы по домам, которые были осчастливлены ремонтом капитальным. Потому что, вроде как, ремонт есть, стало ли лучше, большой вопрос. Почему эти дома не сносят, ремонтируют капитально? Еще один вопрос. А почему не едут? Что говорят? Представители. Светлана, а вот давайте, опять же, почему я против фонда капремонта? Давайте вспоминать, как писалась эта программа на 11 тысяч многоквартирных домов в Кировской области. Она писалась за месяц силами 11 специалистов. То есть, каждый специалист наверняка объехал тысячу домов за месяц. Вы верите? Более того, не только объехал, наверняка там еще составил план, какой-то график ремонтов. И определил, что вот в этом доме лифт нужно отремонтировать в 2017 году, а крышу в 2021. А не наоборот. Руководствовался он, конечно же, хотя бы какими-то визуальными наблюдениями. Есть тысячи домов за месяц. Почему же там же были какие-то уже подготовленные документы и, скорее всего, дома стояли в некой очереди на Капремонтской. Это была основа? Более того, подобные документы готовили муниципалитеты. И наверняка тоже специалисты выезжали на дом и проверяли, выясняли, что нужно делать вперед, что потом и так далее. Но вот сейчас все эти огрехи, все эти промашки жители на себе испытывают. Когда им нужно ремонтировать крышу, а у них ремонтируют подвал. При том, что подвал они отремонтировали сами еще до начала реализации программы Капремонт. Но давайте вернемся к вашему предложению все-таки, о том, чтобы сократить срок выхода из общего котла в отдельный, перехода в отдельный котел до одного месяца. Ведь разделились голоса депутатов практически пополам. 21 против 22. Одним голосом в общем проиграли. Что это значит? Есть ли перспектива в принятии такого решения? Есть перспектива. Более того, депутат Сыгчина на следующее пленарное заседание будет выходить с подобным законопроектом, внесет минимальные поправки. Кстати, Сыгчина выходила с законопроектом и предлагала принять его в первом чтении. В отличие от многих других законопроектов, которые принимаются со скоростью света на пленарных заседаниях, в двух чтениях, без особого обсуждения, ради того, чтобы принять. Оптимизация. И Сыгчина как раз предлагала депутатам на комитетах вносить свои предложения. То есть, это первое чтение. Давайте принимаем в первом чтении, если вас не устраивает срок месяц, предлагайте свои варианты. Ну, срок год, наверное, не совсем правильный, потому что, пример других регионов, Омская область, Московская, масса других областей показывает, что и фонды работают, там ничего с ними не случилось. Но никто не предлагал так минимизировать сроки выхода. Предложите что-то другое. То есть, если не месяц, предложите полгода, будем обсуждать на комитетах. Предложения нет, законопроект не принят даже в первом чтении. То есть, разница. В первом чтении приняли, дальше дорабатываем. Хочется не месяц, а полгода, но давайте обсуждать, давайте там съездим с представителями фонда в Мурыгина, проведем там выездное заседание комитета профильного законодательного собрания. Примем решение, может быть, и Сыгчина отзовет после этого свой законоплект, скажет, фонд работает суперэффективно и не нужно ничего тут портить и ломать. Ну, я, конечно, сомневаюсь в этом. Зачем, черт не шутит, ведь никто не предложил, никто же не предложил, да, то есть, никаких поправок мы просто не принимаем. Я не исключаю, что пройдет пара месяцев и кто-нибудь из депутатов из Единой России выйдет и скажет, давайте-ка мы, правда, в меньшем сроке и дружно проголосуют за... Ну, бог судья, как говорится, мы будем радоваться, что в итоге вот эта инициатива будет принята. Сейчас проверялся буквально на две минуты у нас реклама, я напоминаю, что это особое мнение Владимира Костина, руководителя фракции ЛДПР Кировского УЗС, ну, кстати говоря, напоминаю, что мы не разобрали вопрос по предложению депутатов Госдумы от ЛДПР освободить всех пенсионеров от взносов на капремонт, мы приступим к этому сразу после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занькова, руководитель фракции ЛДПР Кировского УЗС Владимир Костин выражает сегодня свое особое мнение. Итак, по предложению депутатов Госдумы Виталия Пашина и Данила Шилкова об отмене платы за капремонт всех пенсионеров. Что скажете? Важно понимать, что отмена платы не предполагает выпадение вот этих вот возносов совсем. Это все просто должно взять на себя государство. Это история о том, что мы сегодня пытаемся забыть о ветеранах войны, о детях войны, о тружениках тыла. Были попытки сократить им льготы, субсидии. Пенсионеры говорят, вот те, кто сейчас выходят на пенсию или вышли на пенсию, это люди заслуженные, которые благосостояние нашей страны, как бы это высокопарно не звучало, действительно ковали. И нам сейчас к ним повернуться спиной и сказать, не, вы конечно молодцы, но сейчас тяжело живется, попробуйте еще раз потом, так они не попробуют и не так мало лет, чтобы ждать светлого будущего. Здесь и сейчас нужно принимать решение. Поэтому абсолютно правильная инициатива поддерживается и государство должно взять нагрузку на себя. Государство должно взять нагрузку на себя. Безусловно. по участию выплаты вносов на капремонт за пенсионеров. Я поясню, Светлана, почему так уверенно? А молодежи так мало сейчас? Резонно, да, и почему молодежи так мало, почему в 90-х годах была такая демографическая яма. Почему так уверенно об этом говорю? Потому что предыдущая редакция закона федерального предполагала, что если жители, которые приватизировали квартиры в доме, приняли решение осуществлять капитальный ремонт за свой счет, государство обязано передать этот дом в надлежащем состоянии. То есть привести его в норму, провести весь необходимый капремонт. Об этой норме благополучно забыли, когда вводили закон и инициативу создать вот этот фонд капремонта. Почему я сейчас об этом уверенно говорю? Ничего не выдумывая. Нужно просто сделать то, что было. Я вам, Владимир, предлагаю провести вот в этой студии вместе с представителя капремонта и, может быть, вашими оппонентами из ОЗС дискуссию по этому вопросу. Я с удовольствием приду. Да, мы с вами организуем ее. Это особое мнение Владимира Костина, руководителя фракции ЛДПР Кировского ОЗС. У меня много вопросов, но я их отложу, потому что на сайте тоже много вопросов, которые написали вам слушатели наши. Николай пишет. У него таких, кажется, один, а на самом деле три оказалось. Здравствуйте, Владимир, у меня к вам три вопроса. Как вы относитесь к статьям в трессе и публичным выступлениям лидера коммунистов Мамаева Сергея Павлиныча? Он активизировался очень. Спасибо, Николай, за вопрос. Ну, хорошо, что активизировался. Если Сергей Павлиныч поднимает актуальные для населения вопросы и предлагает какие-то решения... Он выступает советской кризикой правительства нашли? На мой взгляд, ну, вот, мое личное мнение, просто критиковать, ничего не предлагая, это тупиковый путь. И, опять же, мы в ЛДПР всегда стараемся предлагать решение той или иной проблемы. И, очевидно, не все проблемы сейчас можно решить. У нас вдруг пальмы не будут расти в Кировской области, на них бананы, и экспорт мы не наладим, там, решив проблемы в Кировской области, выкономить. Это понятно. При всем при этом, Сергей Павлиныч, активизировав свою критику правительства, я надеюсь, преследует не только свои политические интересы, а действительно добивается улучшения жизни кировчан и жителей нашей области. Вы надеетесь или вы знаете? Я не могу залезть в голову к Сергею Павлинычу и разобраться в ситуации. Поэтому, Николай, я думаю, правильнее задать вопрос Сергею Павлинычу, и он наверняка расскажет, с чем связана вот эта активизация. Что конкретно вы, как депутат, сделали с момента избрания в законодательстве крайней области? Вот законопроект, который мы обсуждали по капитальному ремонту, с которым выходил депутат Сыгчина, это фракционный законопроект, который не пошел. Более того, в рамках этого пленарного заседания должен был рассматриваться еще один законопроект. Законопроект о поддержке многодетных семей, вернее, о внесении изменений в действующий закон. Действующий закон предполагает, я очень кратко, предполагает выплаты многодетным семьям в размере 850 рублей на проезд, питание и покупку спортивной формы. Сейчас 333 рубля на проезд в месяц на одного ребенка, 333 на питание и 150 с копейками на покупку школьной формы. Там еще есть какие-то небольшие выплаты, но вот три ключевые. Возможно ли на 333 рубля ребенка отправлять в колу, чтобы он туда-обратно оплачивал свой проезд? Нет. Возможно ли ребенка кормить на 333 рубля? Нет. Мы это понимаем. Но действующий указ президента от 1992 года о мерах поддержки гласит, что поддерживать нужно реализуется в Кировской области вот эта мера? Поддерживается в полной мере у нас сейчас многодетная семья? Нет. Мы об этом и пытаемся заявить, сказать, что давайте тогда, вот если вы считаете, что найти 333 рубля, можно закупить продукты в питании и их приготовить, чтобы ребенок питался месяц в школе, так вы нас научите и многодетной семье научите. Поэтому давайте законодательно закрепим меру поддержки в виде натурального получения вот этого блага. То есть кормите ребенка за 333 рубля. В финансово-экономическом обосновании мы осознанно приписали, финансовых затрат не потребуется, потому что, наверное, указ президента реализуется. Наверное, 333 рублей хватает. Нам этот законопроект завернули и отправили на доработку, потому что есть заключение контрольно-счетной палаты, в котором черным по белому написано, что потребуются дополнительные меры бюджета. Почему бюджет понимает, что нужно вкладывать деньги, а многодетные семьи не понимают и вот на 333 рубля умудряются кормить детей? То есть вот это ваши инициативы, которые вы будете дальше нести через законодательное собрание. Планирует ли ЛДПР выдвигать своего кандидата на должность губернатора? Если нет, то... Безусловно, да. Безусловно, да. Господин Черкасов? Наверняка последует вопрос, кто это, говорить об этом преждевременно. Кирилл Игорь Черкасов по этому вопросу уже высказался. Насколько я понимаю, информация в средствах массовой информации была. Позиция следующая. Если партия скажет надо, то любой из представителей партии ЛДП скажет ура. Так. Николай опять же пишет, уж не знает тот ли или другой. Здравствуйте, вятском наблюдателе. 10 февраля напечатана статья вашего коллеги по партии Александра Мельникова по ситуации с тарифом в поселку Мурыгина, получившая много отрицательных отзывов от читателей. Вопрос следующий. Считаете ли вы, что перед публичными выступлениями в прессе на публичных мероприятиях необходимо подробно разбирать тему, с которой планируете выступление? Или можно так, как коллега, смыслит, что people так проглотят? Ну, критика вот как бы. Отвечая на вопрос, считаю ли, что нужно прорабатывать вопрос, считаю, что нужно прорабатывать. Считаю ли, что коллега не подготовился к выступлению, не считаю. С коллегой Мельниковым ездили в Мурыгина совместно. И информация о том, какие есть тарифы на теплоэнергию в Мурыгина, поступила от жителей Мурыгина. Поприсутствовали на заседании местной поселковой думы. Пообщались с главой. И вот я вам могу сказать, что сложилось такое впечатление. Не очень, мягко говоря. И если не включаться в решение этой проблемы, похоже, что сами коллеги думцы из Мурыгина не справятся. И глава тоже. Более того, анонсирую, состоялась встреча с руководством Газпромтеплоэнерго по этому вопросу. Есть понимание, что ситуацию нужно улучшать. То есть, тариф нужно либо снижать, либо как-то сделать так, чтобы население платило меньше. Получили поддержку, в самое ближайшее время в Мурыгина снова поедем, для того, чтобы все эти предложения, которые родились, совместно с жителями обсудить. То есть, три стороны, депутаты, представители организации обслуживающей котельной и жители. Уверен, что получится тариф снизить. Анна пишет, марш памяти Бориса Немцова власти предложили провести маршрутом по нечетной стороне улицы Заводской. Это интересное предложение, но почему не в Порошино или не на тропе здоровья? И чем пояснить марш памяти Немцова бюрократически отличается от любых других шествий, которые регулярно проводят от театрального до вечного огня? Да, Анне тоже спасибо за вопрос. Анна, на самом деле не совсем по адресу. Я не знаю, с чем связано подобное решение городских властей. Нет, они говорят, что нельзя проводить, поскольку там учебные заведения, спортивные заведения. Светлана, как минимум мы с Анной сильно сомневаемся, что подобные двойные стандарты могут в Кирове у нас спокойно существовать. Не исключаю, что не мы вдвоем с вами сомневаемся. Я могу на примере политической партии ЛДПР сказать. Мы традиционно всегда проводили митинги у филармонии. Сейчас, опять-таки, ссылаясь на новые вот эти вот нормы, нам митинги там проводить запрещают. Предлагают, опять-таки, к Степану Халтурину сходить. Слава Богу, на заводскую не отправляли. Мы, конечно же, не согласны. При всем при этом 19 сентября прошлого года митинг в поддержку Единой России на площади у филармонии прошел. Я не понимаю, Анна, вместе с вами, почему нормы закона действуют на одних и не действуют на других. Поэтому, Анна, давайте совместно проведем мероприятие. У нас они были 23 февраля. у Степана Халтурина. последний вопрос. Две минуты буквально у нас остается. Последние новости по помещению свободного назначения. Имеется в виду недострой у Дворца Пионеров Мемориал, знаменитый терраспорт. На Авито появилось объявление о его продаже с формулировкой «Вот, помещение свободного назначения народ беспокоится, они продадут ли так, что действительно там уже будет не спортивный какой-то комплекс, а торговые ряды». А продадут. А продадут. И не зря жители выходили митинговали, не зря этот вопрос поднимался. Более того, подобные истории сейчас имеют место быть, когда мы принимаем закон об инвестпроектах. Ответственность все еще не прописана. Ответственность застройщика, подрядчика, инвестора и возможности заказчика, то есть правительства области отказаться от подобного инвестпроекта. То есть нам каждый раз говорят, да нет, такого не будет и каждый раз такое происходит. Кому нужен спортивный комплекс вот там, никому. Кому либо нужен торговый центр вот там, возможно. Поэтому посмотрим. Но свободное назначение, это собственно говоря то, что было на прошедшем пленарном заседании Закособрания, когда земли сельхоз назначений предлагается отдать аграриям, выкупать за полтора процента от катастроя стоимости. Было десять, сейчас полтора. и министр сельского хозяйства Котлячков говорит, что это будет способствовать развитию сельского хозяйства. Не будет это способствовать развитию сельского хозяйства. Эти земли выкупят и там что-нибудь начнут строить. То есть точно не развитию сельского хозяйства это будет способствовать. Равно как и строительство терраспорт в планах закончится тем, что Кировская область опять будет торговать. Грустно, если руки опустить. Поэтому, Светлана, давайте хотя бы, ну я не знаю, я не призываю вас на заводскую идти, вы сами решайте, а вот 23-го к нам, к памятнику Степана Халтурина, теперь уже я вас приглашаю. Спасибо, это было особое мнение Владимира Костина, руководителя фракции ЛДПР областного законодательного собрания, у микрофона работала Светлана Занько, я тут накидала тем, о которых нам нужно будет поговорить неделю через две снова в этой студии. Договорились. До свидания. Спасибо за внимание.